бультик здравствуйте у нас как-то трое что настроя папа старинный русск по старинному русскому на троих я впервые такое вообще не очень часто до мартова ташкент узбекистан приветствует вас меня зовут искандер моего товарища мой товарищ сейчас сам представится вам я из россии татарстан я из грузии город бату я же могу быть полезен такой замечательной компании вы знаете в чем дело я вот я не расслышал или вы не представились как вас зовут меня зовут олегу олегу можно даже по-русски ближе ближе и проще олег там александр как как олег александр ну тогда давайте александр потому что меня ближе то тоже александром как вам будет вот чем вы на вы спросили чем могу быть вам полезен можете вот прям сейчас хочется очень хорошего пару литров хорошего вина грузинского домашнего вам-то да а нам а нам и два литра представляет да блин а что ж такое-то это 3 литра это еще и 3 литра что пожалуйста приезжайте стол и вот стулья буду очень рад я смотрю вас библиотека богатая читать умеете читать умею до читать умею но это мы бы нашли мы бы нашли о чем о чем побеседовать безусловно люди нашего возраста всегда найдут общие темы и да вы знаете я наблюдаю вот даже здесь даже здесь с людьми 60-х 70-х 80-х годов просто ну в хорошем смысле не о чем говорить все настолько ясно стены 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 понятно все настолько едины еди вот ключевое слово вы сказали потому что мы вышли из одного государства мы родом из СССР согласились да мы родом из СССР и мы с огромным удовольствием этот СССР в конце 80-х топтали все вместе с радостью с танцами с плясками с бубнами с плясками с бубнами ну будем объективны там было чему радоваться на нас совершенно был недоступен масштаб происходящего истоки происходящего цели происходящего мы радовались той свободы которые прибрежными как бы была двухэтажный вот этот экран но потом алика я не буду не буду стесняться у вас спросить потому что вы же не женщина поэтому и стесняюсь не похож вы какого года рождения 64 64 ну вот давайте сделаю приятно я же говорю стримите скажите да вы на стриме но вы не перерывайте у нас очень очень добрый чат у нас очень добрые позитивные подписчики и канал у меня мой канал посвящен в основном позитиву буду стараться не испортить но как вы можете человек который вот так улыбается он испортить контент по умолчанию не может спасибо неприятно я заметили хорошо я не женщина я улыбаюсь далеко не красивым мужчинам как я пока у меня тоже вот такая кепочка посмотрите сколько совпадений давайте вот так делаем чтобы вы поняли что я думаю одно поколение люди я чуть-чуть старше вас я пятьдесят восьмого года рождения я я бы не сказал позвольте заявить вам комплимент так как я думал ты куда старше и диктрии это лайфхак для женщин если хотите чтобы восхищались год вашей внешностью всегда говорите что вам блед больше чем на самом деле мудро мудро и знаете даже не столько мудро сколько многоопытно это я для чата это приходит сгадали но безусловно я я же начал рассказывать сразу историю как мы топтали советский союз если и что это вышло потом с годами конечно приходит а на зеленой с белизной все это приходит осознали ну и слава богу на этого наверное на этой годы и так такая хорошая фраза она появилась недавно но я думаю она знаете вот по отношению даже к советскому союзу ее можно применить звучит она так как хорошо мы плохо жили ну вы знаете это тоже как бы такая обоюдоострая фраза червь который в земле живет и видит свою норку он тоже считает что ему хорошо я на этот я надеюсь на то чтобы все же все перенесенное было не зря и мы сегодня уже живем лучше и завтра будем жить еще вы чинить чем смысл но единственно что вот меня например не удовлетворяет меня не удовлетворяла фраза когда в советские времена наши родители наши с вами родители наш папа старшее поколение говорила говорил вот наши дети будут жить лучше да это было религия это было религия в какой-то момент без которой оставили цел огромную страну оставили без этого и без этого а потом 30 лет кричали что нету национальные идеи а вот разрешите мне задать вам вопрос а конечно сегодня в россии национальные идеи существует или нет сформировалась или нет по вашему мнению разумеется мое мнение дело в том что ну как бы я тоже в узбекистане и наблюдаем общее мы с вами наблюдаем общий процесс мое субъективное мнение этому лично моем не я никому его не навязываю я думаю что вот это вот национальная идея только сейчас она рождается абсолютно с нами согласен а в чем вы ее видеть вы можете ее обозначить одним словом одним словом не есть ответ первым скажем хорошо я я я опять-таки это мое личное мнение вы оцените насколько она правильное или неправильно ну как и посмеяться нет почему нет это диалог я могу точно также оценить вашу какую-то фразу это ноги давай без реверанс да вот мое мнение такое что сначала вот этого всего беспредела который нашим начался в четырнадцатом году а я это иначе как беспределом с одной стороны не называю появилась идея единения вот это и не до идеи и дело в том что сил это россии именно в том что вот вот россии россияне не россия россияне они могут собачиться они могут между собой ругаться но когда блин в какой-то момент они чувствуют что это как в драке если две банды дерутся и вдруг кто-то свистнул со стороны да в свисток вы понимаете о чем я говорю в этот в этот момент банды объединяются и бьют тех кто свистел носители свистку да а потом разбираются а потом разбираются уже между собой и вот самая главная идея это и мое мнение опять таки что это россияне вспомнили что такое единение и я это вижу со стороны это виднее за стороны это виднее это я тоже наблюдаю со стороны будучи как бы внутренне заинтересован некоторых процессов вот вы знаете если мне будет позволено добавить к вашим словам и очень близко подошли к тому слову которому я считаю более как бы динамичным создавшейся ситуации это слово противление земли не и и вот теперь национальная идея россии в моих глазах моем разумении она являет собой рот сопротивление ротовторжение чего и кого ну как бы уточнять не будет ценностей политических каких-то трендов и т.д. и т.п. социальных и так далее олег а я вам сейчас скажу одну вещь вам не кажется что мы говорим об одном и том же да это это вы практически сказали о том же сам когда вспомнили банды и звездки я внутренне это так услышал мы с вами говорим одно и то же но просто мы об одном и том же но назвали просто разными словами да разные грани как бы одного и того явления без без единения невозможно сделать сопротивление но в начале возникла все же идея отторжения защиты а потом начало доходить что неплохо бы и объединиться вот мне так кажется мне очень приятно то что есть такая хорошая фраза я не знаю чья она украинская белорусская русская но звучит она так буртом и батьку бить с подручнее да если есть только гуртом и без подручного совершенно верно я надеюсь что мы увидим результаты этого я надеюсь что они будут такие такими эти результаты какими я наде и опять таки я надеюсь что мы что мы ждем так одинаковые результаты с вами ждем да безусловно сейчас то что мы делаем с моим товарищем с виталием то что я делаю на старости леса сделавшись был блогером надо научиться нам общаться так как мы общались свое время мы ведь вот в тот момент мы прекрасно мы прекрасно общались но в тот мой самый момент когда мы начали бегать топтать и с бубнами с улюлюканьем с радостью ведь смотрели как разваливается наша родина с вами мы разучились общаться мы разучились друг друга понимать мы мы разучились сами себе задавать правильные вопросы и откуда совершенно откуда появились те самые те самые нарывы гнойные которые сегодня которые сегодня вот они они в сгонок и носит да вот такое слово придумал на русском языке дарья валентина гребенко вот сейчас вот даже одесситы нас же смотрят олег и вот да и она пишет одесса ждет такого единения трезвые люди ждут такого единения трезвыми я называю вы понимаете хотя бы мне было бы серьезно вот откровенно говоря мне было бы приятно сейчас сейчас находиться рядом с вами чтобы с рядом с нами был и виталий чтобы я почему его легко вызову потому что знаю что он вообще не пьет но он бы там он бы кушал вкусный шашлык а вы бы с вами надо же кому-то разливать шашлык также доступен в шаговой доступности у меня здесь балкон лежит мангал и все соседи мои родственники я очень я очень рад что мы с вами познакомились благодарю вас мне 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 было приятно с вами побеседовать взаимовесьма я надеюсь что мы с вами еще раз приезжайте сюда вы знаете вот вы сказали я надеюсь ситуация здесь такова что все это можно исполнить вот здесь в грузии можно это исполнить очень быстро вы можете приехать есть про есть проблемы есть объективные если мы может быть они личные я говорю как бы позор проблемах грузинским не существует для того чтобы принять вас принять ваших друзей и дать то что вы надеетесь увидеть и даже больше человек предполагает бог располагает бог располагает нами надеюсь что когда-то будет этот день когда мы встретимся всего хорошего рад был с вами познакомиться наде благодарю мне нужно было очень приятно с вами пообщаться я надеюсь что мы с вами встретимся еще все в божьей власти мира мира и добра мира и добра благодарю взаимно вот такой вот грузин приятная беседа